Это вечерний хэштег, продолжаем говорить о такси. Вот вы, Сергей, начали интересную тему. Мы выяснили, что мы все не пассажиры, а пользователи агрегаторов. И самое главное, что почти бесправны. И бесправны. Пользователи приложения. Если у вас есть приложение, что происходит дальше? Хорошо. Агрегатор своим пользовательским приложением определил, что эта информация передается таксопарку. Таксопарк передает ее, соответственно, водителю на выполнение. Фактически вся ответственность таким образом полностью перекладывается на водителя. Но водитель лишается каких-либо прав. У него только водительские права есть, и это все его права. То есть все бесправные? По факту, на самом деле, и водитель, и пассажиры одинаково бесправны в данной модели отрасли, которая сейчас действует. И водитель вынужден отказываться от заказа, когда он получает информацию. Они не видят, не все водители, не всех агрегаторов получают полную информацию о клиенте. У наших тюменских служб заказа вся информация подается водителю. У интернет-агрегаторов, которые у нас их четыре на рынке, не вся. То есть они не видят конечную точку, да? И стоимость. Могут быть закрыты. Большинство не видят конечную точку, и стоимость не видят. Какие-то условия могут не видеть. Ну, например, наличие детского кресла, ребенка, и так далее. То есть агрегаторы закрывают информацию. Для чего? Для того, чтобы повысить вывоз, быстрее подать машину. Вот. Они подали машину, а уж как они там разберутся, тем более, что водитель все равно виноват. Он априори постоянно виноват. Он ничего не может ни доказать, ни сделать. И это повышает градус кипения. Ты терпишь, терпишь, терпишь. Ты постоянно бесправен. И в итоге они взрываются. И мы видим постоянные конфликты с пассажирами. Столкнули лбами тех, которые должны быть вместе. Когда доходит дело до суда? Кто прав? Вообще были такие случаи? Конечно, да. Я думаю, что регулярно, учитывая статистику. Были случаи. И, к сожалению, и печальные случаи, когда пострадавший пассажир, соответственно, должен был искать правду. И, к счастью, одна из пассажирок, Елена Гращенкова, сейчас она уже общественный деятель, она выиграла суд у интернет-агрегатора. Она очень сильно пострадала в аварии. Она единственная буквально прошла и доказала все этапы, что она имеет право на компенсацию. Причем суд установил ежемесячную выплату агрегатору в ее пользу, потому что потеряла трудоспособность и так далее. Но она сумела доказать, что договор фрахтования был заключен на этапе ее обращения в компанию. Это очень сложно доказать, потому что агрегатор уходит от ответственности, подменяя либо термины, либо обходя закон. Чем дальше, тем как-то тревожнее. Константин, а вы как-то проверяете таксистов, автомобилей, службы такси? Конечно, эта работа ведется как ежедневно при надзоре за дорожным движением, так и мы проводим целенаправленные профилактические мероприятия регулярно. Подождите, вы проверяете только тех, кто вот с шашечками получается? Нет, мы проверяем и то, что мы говорили, брендированную окраску, и просто транспорт, перевозящий пассажиров, скажем так, в местах, где, как правило, работают. Мы можем быть уверены, пассажиры, когда садимся в такси, что водитель не пьян. Он проводит какое-то там медосвидетельствование перед выездом? Ну вот как люди работающие. Водитель добропорядочный, скажем так, соблюдающий требования законодательства, работающий в соответствии с нормами и требованиями, он имеет путевой лист. В путевом листе, естественно, перед рейсом ставится отметка о прохождении предрейсового медицинского контроля, то есть проверяется трезвость водителя, в том числе его вообще физическое состояние, позволяющее выйти на линию. И кто проверяет, рейсы устраиваете, или можно его не получить и на свой страх и риск ездить? Мы сейчас говорим, опять же, о водителях, которые у нас выполняют требования, да, но действительно есть проблема, когда перевозят пассажиров автомобили и водители, не имеющие такого разрешения. И, соответственно, у них может быть не быть путевого листа, их состояние может в чем-то и отличаться, скажем так. Как вы сказали, да, так? Как норма. Нет, ну, естественно, мы это проверяем, естественно, работа ведется. Александр, да, есть что-то вам сказать, да, про ответственность? Да, да, да. Я бы хотел сказать, что, к сожалению, вот это все ситуации, описанные выше, да, и с Екатериной, в том числе, происходят из-за вымывания профессии. Как таковой, профессия такси, водитель такси, она убивается на корню уже много лет, да. Если мыть у Минска такси... Ну, потому что любой может стать, да, у кого есть машины, навигатор. Мы 20 лет назад, когда открыли нашу компанию, и по сей день мы ведем конкретную работу с каждым водителем. Мы его принимаем, мы общаемся лично, рассказываем, что можно, что нельзя, проверяем его по безопасности, по ГИБДД, по судимости и прочее, прочее, прочее. То есть мы много проводим с водителем времени, много общения. Александр, ну понятно, но ведь ваши-то ведь тоже в агрегаторах могут участвовать? Конечно. Сейчас у каждого водителя 4-5 телефонов с собой, и он берет заказы от кого хочешь. Так это почему происходит? Потому что пришли вот эти агрегаторы, которые откровенным демпингом занимаются, обваливают цены, ну, за 59 рублей, если автобус стоит 57, ну, нереально уехать. Ой, я не знаю, честно говоря, я вот за такие деньги уже, наверное, не знаю, лет 5 не ездил. Нет, порой бывает. Я вот прежде чем ехать на передачу, промониторил, взял просто маршрут ЖД-вокзал и аэропорт Рощино, наш Тюменский. Так. Сколько? И увидел у известного нам агрегатора, не будем показывать пальцем, да, и... Желтого, да? 253 рубля. Ну, если отнять диспетчерский, если отнять как минимум там 2-3 литра бензина, который уже под 50 рублей подбирается, отнять обслуживание автомобиля, сертификации все, заплатить налоги и так далее и тому подобное, думаете, что-то останется? Ну, рублей 5, может быть, или 10. Получается, агрегаторы демпингуют. За 5-10 рублей работать в этой студии, я думаю, вряд ли. Но по нашей информации цены, наоборот, выросли на услуги такси. Получается, не так. Не всегда и не везде. Просто вот если убрать вот эту нездоровую конкуренцию, убрать откровенный демпинг и заниматься правильно, поставить правильно в этой сфере всю работу, то есть жестко отбирать водителей, не брать кого попало, но при этом должны быть разумные расценки, Это все понятно. Но скажите, пожалуйста, почему тогда, если все, ну вот так, тяжело и плохо, их таксистов становится все больше и больше, это первое. И второе, меня больше всего убивает в этой ситуации, когда я как пассажир, я ведь не устанавливаю эти цены, я ведь ни при чем, я не агрегатор. Почему вот на меня весь этот поток вываливается? Потому что, как вот Сергей сказал, что водитель терпит, терпит, терпит. Водитель бесправен, пассажир бесправен. А это от чего все? От недостатка нашего законодательства. Ну просто все, ноги растут. Развитие отрасли права. Если 69-й закон, когда вышел в свет, и он мог бы как-то изменить ситуацию, но его кто соблюдает? Мы в одночасье, законопослушные компании, которые стали соблюдать этот закон, мы одномоментно стали неконкурентоспособны. Просто, раз никто не соблюдает закон, они вне конкуренции. Точно так же сейчас с агрегаторами. Ну вот про агрегатор сейчас предлагаю поговорить. Так же ситуация. Ну, знаете, прежде чем, давайте уж мы так сильно набросились на таксистов, все время говорили, вспомним другую сторону медали. А пассажиры у нас тоже бывают, ну давайте уж, честно скажем, далеки от идеала. Мы подобрали также такие же видео, как себя порой ведут и пассажиры. Давайте посмотрим. Не имею я права, вы не понимаете. Вы что делаете? Вы что творите? У вас ребенок маленький, вы что делаете? На этом видео многодетная мать нападает на таксиста. Случай произошел в Тюмени в прошлом сентябре. Пассажирку взбесил отказ водителя везти ее с ребенком без детского кресла. При заказе был выбран тариф «Эконом», который не предусматривает перевозку детей. Тогда женщина сказала, что у нее их четверо, и она не собирается каждый раз переплачивать. Потом обматерила водителя и напала на него. Мените, пожалуйста, носи вот, Аленочка, пожалуйста, вызови, вызови, пожалуйста. А на этом видео пьяная тюменка устроила дебош в салоне. За отказ покинуть такси она начала драку с водителем. Тот схватил ее за ногу. Тогда женщина закричала, что ее насилуют. «Вези меня до места! Я сказала, довези меня до места! Тварь! Довези меня до места, мразь! Меня ждут люди!» А эта фраза уже стала мемом героиня ролика, фитнес-тренер и участница конкурсов «Мисс Томск-2013» и «Краса России» Яна Данькова. Девушка позже извинилась за свое поведение, ведь ее затравили в соцсетях и в СМИ. Но ее последователей и последовательниц это не останавливает. Вот видео из Ханты-Мансийска. Пассажирка устроила скандал водителю этим летом. «Вези меня в Егорск, петух! Вези!» Ну что тут скажешь, стыдно? Честно говоря, вот «Краса России» во всей красе себя и показала. Водитель-то ведь остается один на один с такими пассажирами. Не позавидуешь, честно скажу. Александр Сергей, приходилось таких возить? И что самое сложное в подобной ситуации? Приходилось возить таких. Действительно, есть люди неадекватные. Но они свою неадекватность чаще всего показывают еще до того, как подошли к машине. Вот те сюжеты, которые сейчас показали, с того, который начинался, там виноват таксист. И когда это прошло по соцсетям, я встал на защиту этой девушки. Потому что при разборе ситуации было видно, что он ее на самом деле вывел из себя. Таксисты – это хорошие психологи. И чем дольше таксист работает, тем, соответственно, он более опытен в этом плане. Если говорить об этой ситуации, все-таки опять же поддержу эту женщину, детский тариф незаконен. У нас четко определено, за что должны браться деньги. За расстояние и за время. И или время и время. Ну остальные-то ведь. За детей, за перевозку детей нельзя брать дополнительных денег. Вот это золотые слова. Понимаете, вот вы сейчас упомянули по поводу опыта. Опыт – это прекрасно, но если его нет, где… Должно быть обучение. Развалена сама жизнь. Вот о чем мы говорим, что профессия-то умывается, уничтожается. Сама профессия. Если водитель раньше был друг и психолог, с которым по дороге можно поговорить, душу излить, выйти счастливым и заплатить нормальные деньги, разумные… Сейчас, ну, во-первых, берут кого попало, работает кто попало. Зачастую жители там других государств, которые по-русски-то плохо разговаривают. Не говоря уже о том, что они должны иметь знание города и так далее и тому подобное. И выполнять все законы, которые при этом должны выполняться. Александр, вот скажите, пожалуйста, если ваш сотрудник, ваш таксист откажется от поездки вот с таким пассажиром, будут какие-то для него последствия? Однозначно мы с таким водителем… Ну, конечно, мы в первую очередь разбираем ситуацию, общаемся с обоими сторонами, да, то есть выслушаем позицию пассажира, позицию водителя. Все это происходит в оффлайне, как сейчас говорится. Естественно, разберем ситуацию, выясним, кто прав, кто виноват. Если в этом случае вина водителя, конечно, мы и извинимся перед пассажиром за нашего сотрудника, да, с таким сотрудником мы либо прощаемся, либо принимаем конкретные меры, ну, все зависит от ситуации, конечно. Если вот как было, ну, мы бы простились, конечно, с таким сотрудником, но и с такими пассажирами тоже хочется прощаться. Да-да-да, Константин. Насколько помогают камеры в таких случаях? И законно ли снимать происходящее? И вообще, это не мелкое ли хулиганство? За это можно, ну, так же, я не знаю, какую-то ответственность, но это же ужас, когда человек… В данном случае надо каждую конкретную ситуацию рассматривать индивидуально и смотреть действительно, какой причинен ущерб, какой причинен, может быть, вред здоровью. И тогда уже трактовка может разниться. Но здесь, если имеет место… Ну, это же хулиганство, нет? …причинение физического воздействия какого-то, да, хулиганские действия, нанесение материального ущерба, то здесь, конечно, может потерпевшая сторона, пострадавшая обратиться… Мы сейчас с вами все это увидели благодаря тому, что во всех машинах стояли камеры. Это помогает? Это защищает как-то водителя? Законно ли это? Видеофиксация любая, она при разборе каких-то ситуаций, да, будь это судебное разбирательство, будь это разбирательство в госавтоинспекции, где-то в других подразделениях органов внутренних дел, конечно, она учитывается и помогает действительно установить… Это по желанию или у агрегаторов, у крупных, автоматические записи идут? Нет, это на усмотрение компании, как бы таких правил не установлено никем, и законодательство в том числе. Но что касается нашей, например, тюменской компании, да, мы давно к этому пришли, потому что это защищает и пассажира, и водителя, и разбираться в ситуации намного проще, то есть не нужно верить на слово кому-то, взяли, посмотрели… То есть в ваших автомобилях камеры стоят? В большинстве, да, ну, 99%. Был опыт установки онлайн-видеонаблюдения в автомобиле. Порядка 60 автомобилей были оборудованы онлайн. То есть не запись, которую можно удалить потом, да, скорректировать там и отправить, соответственно, там, в прохранительные органы. А онлайн ты не можешь ничего с ней сделать. Это были 60 идеальных водителей. 60. Ни одного конфликта за весь период. Вот абсолютно все равно. То есть вот… Никаких нарушений, ни превышений, ни скандалов, никаких-то нерасчетов. И пассажиры тоже. Кстати, да, очень дисциплинирует, если пассажир видит, что ведется съемка, и пассажиров это тоже очень дисциплинирует. Но я считаю, что это правильно. Не будет вот таких ситуаций, как мы наблюдали по телевидению. Но есть еще выход. В крайнем случае, если машина не оборудована видеокамерой, можно снимать друг друга на сотовый телефон. Ну, это не хиборо. Ну, если уж на то пошло. Вы знаете, вот как представитель отрасли, мне бы хотелось, чтобы таких ситуаций не существовало. Чтобы они исключались подготовкой водителя. Чтобы водитель, приходя в эту профессию, он не допускал подобных ситуаций. Либо знал, как из них выйти с минимальным ущербом для себя, для пассажира и для компании. Его задача – заработать деньги. И чтобы пассажир остался доволен. Это как со здоровьем. Лучше предупредить, чем вылечить. Чем потом, да. У нас опять небольшой перерыв. Не переключайтесь. Вернемся через несколько минут. Снимаем шашечки. Чем недовольны водители, как борются с нерадивыми пассажирами. Таксисты притормозили у Госдумы, почему не могут принять отраслевой закон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова